Здравствуйте, друзья! Мы приехали в храм Топром, один из самых знаменитых храмов Камбоджи. Вместе с Максимом с YouTube-канала Забытые Руины. Храм гигантский, он просто невероятно огромную территорию занимает. Здесь когда-то проживало, как говорят, 12 тысяч человек. То есть это был большой город, по крайней мере, в 13 веке, в начале 14 века. Это был огромный монастырский комплекс. Вот такой прекрасный Гаруда на Наге. Посмотрите, единство и борьбы противоположностей. Сверху мы видим Гаруду, ниже мы видим Нага. На самом деле они всегда противоборствовали, то есть воевали друг с другом, но по легенде мы являются двоюродными братьями. Вот такое вот именно изображение Гаруда на Наге. Я не знаю, кроме Камбоджи, может быть оно, конечно, где-то и встречается, но для Камбоджи оно сугубо типично. Вот эта балюстрада, она вся была полностью отреставрирована. 15 лет назад здесь просто валялись какие-то камни, вот этой вот красивой дорожки тоже не было. То есть все это было как-то наперекосяк, ну как нашли, так и было. Отреставрировали, и я не знаю, как к этому относиться. Ну давайте я вам покажу, да. Вот тут вот мы смотрим и мы видим новый камень. А он уже приобрел темный цвет, такой уже черный фактически. Ну камень новый, то есть 15 лет назад где-то его изготовили. Вот если вы здесь в топроме видите вот такую вот обработку, да, явно машинную, прям четкую совершенно, то это новые камни. Вот идем дальше, идем дальше, идем дальше, и опа, пошел старый. Видите, он был покрыт когда-то резьбой. Вот это вот заплатка из бетона, которая тоже выглядит характерно, с такими линиями, сразу можно понять. Опять идем дальше, старый камень, и опа, опять кусок нового, потом опять старый. В общем, восстановили балюстраду. Может быть, это и неплохо. Может быть, это и неплохо. Дальше храм продолжается. А куда мы тут идем? Тут у нас закрыли вход. Ну что, нам предлагается два варианта. Ни один из них мне, честно говоря, не нравится. Мне нравится вариант с заходом сразу отсюда в храм. Ну, давай, пойдем слева. Слева мне как-то... Я надеюсь, что... А вот люди, может быть, они сейчас зайдут в храм, и мы тогда тоже за ним не проскочим. Нет, они боятся. А мы боимся или нет? Есть тут люди в синих рубашках? Потому что здесь очень глупая система. С тех пор, как начали ездить китайцы, сейчас-то они уже не ездят, система осталась. В этом храме ввели какую-то совершенно железнодорожную историю. То есть, вот просто как по рельсам надо ходить. А на самом деле нам надо вот сюда. Клёш, ну требования ходить как по рельсам, это я уже заметил, что в туристических вот таких, туристичных объектах это прям сильно... Мы воспользуемся сейчас лакуной в местной охранной истории. Вот здесь же нет знака, что сюда нельзя. Ну и вот и все. А отсюда мы спокойно пройдем уже в сам храм. Шикарно. Итак, первое, что мы видим, сбитые барельефы с Буддами. Как я уже говорил в видео, не существует изображений Будды в Анкоре. Да, они все были уничтожены Шиваидской сектой в 14 веке, как гласит история. Осталось только рамка получается. Да, да. И все изображения Будды были уничтожены полностью, и мы ни одного не найдем. Так, сейчас мы ныряем сюда. Вот мы уже и на территории храма. Плоский храм. Плоская срутка в полноможении. Да, посмотрите в интернете схему храма, тогда вам будет понятнее наше передвижение. Более-менее. Мандаловидная такая. Да, мандаловидная, да. Ну вот, пожалуйста, смотри, стыки все идеально, но сами блоки уже значительно меньше, чем это мы видели в Анкурвате. Ну, ты знаешь, нет, блоки, конечно, меньше, и качество их гораздо хуже. Хуже, да. Но некоторые у нас есть еще моменты, когда стык-то сам по себе ровный, и к нему вот эта-то грань прекрасная, понимаешь, если ты будешь смотреть, эта-то грань отличная. Мы говорим, эта грань прекрасная. То есть вопросов не было сделать хорошую грань. Это нанесено потом, потому что вот стык-то нулевой. Вот он прекрасный нулевой стык. Штукатурку делали? Да. Активно делали штукатурку. А ясное дело, для любого закрепления листа, какого-то покрытия, чего-то еще, тебе необходима шершавая поверхность. То есть вот не надо обманываться и говорить, что вы же видите кривое. Да не кривое, у нас нулевая подгонка шлифованных усов, вон там они выброшены. Вот любому блоку подойди бокалому, и ты, да вот даже тут, Леш, это же не ногами выровнено, они здесь утрачены. Ну вот они, каждая грань видна очень хорошая. Мне говорят, ты что как реабилитируешь? Я говорю, да, а мы действительно, потому что мое мнение, Анкор сильно не оценен, и его зря ахаили. Леш, посмотри, как... Вот к вопросу о декоре, посмотри, как зашли, вот какой-то уголочек, какой-то блока одного при выполнении. Я к тому, что все-таки декор, хоть он и хуже, конечно, не те колонны, которые были, но они выполнялись тоже после... А вообще могли тут переделки-то еще быть? Конечно, а почему нет? Тем, что... Я сейчас сейчас брюхе... Легко, но ты же уже в курсе, что с Кмерской историей все более чем не ясно, поэтому четких сведений очень мало, много додумок, и поэтому, конечно, переделки могли быть всегда и везде. Да, да, да. Слушай, здесь прям расколоты камни, прям вот их вот крошило. Крошило, да. Их вот ломали прям. Это причем декорированные камни, то есть они с изображением каким-то, и каждый камушек расколотят. А я вот об этом... Борельеф. Здесь у нас гаруда, я так понимаю. Да. Это у нас гаруда, а на нем никого нет, да? Нет, никого нет сам по себе. Просто сам гаруда, да. Очень качественный барельеф. И внизу вот кала, вот этот вот пожиратель времени. Время-пожиратель, да, или пожиратель времени? Ну, я слушаю, вот интересный вопрос. Время-пожиратель или пожиратель времени? Действительно. Да, то есть время, как сам по-касиму, что время пожирает все. Да, да, да. Или он пожирает время. Да, да, да. Вот это такой лингвистический игрослов, что называется. Ну что, пойдем к самому интересному, что требовали подписчики многократно и ждут они. от всех они ждут только одного, а именно, вы даже уже догадались, наверное, чего. Это вот этого вот барельефа. Стигозавра. Ой, где он там? Вот он. Стигозавр. Я покажу через твой телефон. Вот он, вот он. Давайте я вам покажу его просто вот очень близко. Вы сами уже решайте, что это. Стигозавр. Остальные животные, они, ну, тут вообще ничего не понятно. Тут дракончик какой-то, да, под ним, над ним, что-то типа, ну, скажи, что это, я не знаю даже. У нее тоже на хребтине что-то опять как будто бы есть, если бы это было узнаваемым, она точно на поросенка похожа. Да, в том-то и дело. Ну ладно, мы уже уйдем тогда, вы потом, если что остановите, перемотаете. Я думал, правда очередь. Вот заботушка. Очередную фотографию, в том-то разместить которых тысячи. Все-таки вы чудные. Всем надо. Если же человек, слушай, ну извини меня, человек проехал миллионы, ой, тысячи километров, а ты ему хочешь запретить сфотографировать барельеф? Первое, что мне написали, именно Леше, что стигозавр, а когда будет стигозавр, а когда будет эволюция, там уже, видишь, как пишут люди, эволюция там отражена. Ну это конечно не эволюция, это просто животное. Это какое-то животное, которое, скорее всего, конечно не стигозавр, просто так совпало. И вот, я уверен на 200%, ну не стигозавр, это господа. Кстати, это уже просто притягивание за уши, терпеть не могу. Понимаешь, это должна быть система, то есть этих изображений, тогда должно быть много. Именно. Тогда мы можем говорить очень объективно, хотя у нас есть рак аскорпиона, о которых мы говорили, есть продолжение, туда ножки как-нибудь пройти. Да? Нет, здесь везде можно ходить. Да, да, да. Нет, где нельзя, я тебе покажу, получится или нет, не знаю. В этом храме очень сложно ходить туда, где нельзя, потому что очень много туристов. Меня привлек, ты знаешь, блок, вот этот вот, он как будто бы замковый камень с двух сторон. Очень классные формы. сочетание блоков, ведь это все безрастворно, по сути. Мы же понимаем, что между ними ничего нет, если бы было, мы бы его увидели. И вот к вопросу о гранях, когда говорят, ну вот видите, грубо, и во-первых, тут все сбито. Вот тут изображение сбито, здесь было изображение внутри. Оно уничтожено, где-то нанесено, вот совсем, совсем простенько. Но когда мы начинаем смотреть следы, ну вот как простенько, я бы не сказал, что совсем простенько, вот здесь. Ну, оно кратно проще, даже я не знаю, что оно кратно проще, предвиду того, что мы вот, ну, здесь встречали, допустим. А все внутренние грани, они прекрасно проработаны, вы видите, это тсущее вранье, что Анкора-то, как говорит, Анкора-то сплошная, ручная работа, везде грубые следы, не, у нас все вот они, тут гранированные, тут гранированные, и тут подгонка нескольких блоков была осуществлена с мейтронжом прям. Поэтому, когда вам такое говорят, эти люди вручали, либо они совершенно... Они не в курсе, они тут не были даже, наверное. Ну, или были... Как раз те, кто были. Да, с туристической поездкой, если они были, то... Да, и следователями говорят, и они пичут в следики, вот в такие вот следы, и говорят, вот видите, грубая работа, полностью игнорируя, что у нас нулевой шов, где ничего... Вот подгонка, тут даже блоки не видно, как они друг с другом. Стена, во-первых, стена ворозия, в-вторых, она по штукатуре. Вот здесь, если что. Вот это, вот это, Леш, вот эти следы принимают за... Обработку. Обработку. Нет, за добычу блока. За финишную... А, добычу блока. За добычу блока. А это у нас, вот эти линии, целенаправленно их перекрестно наносят, чтобы штукатурка лучше крепилась. Не, ну это уже всем понятно, мне кажется. Если не понятно, то это извини уже. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Да, совершенно гиппелус, конечно, гениально сказалось. Человеку надо что-то объяснять, ему ничего не надо объяснить. Но не могу не реабилитировать Анкору. У него слишком образ. Да, это все ручная работа. Ручная работа крутым инструментом. А некоторые блоки, вот вообще вы все это массы перевозите, я просто не представляю, как они перевозят. Вот, видишь, везде Будды были наверху. Именно сбиты они. И только Будды, больше никто. Это вот была Шиваидская секта. По-по-исторически. Какая она взялась-то? Никто не знает. Не-не-не-не, ничего не известно. Вообще ничего. Сведения недостоверные совершенно. Они уничтожены. Они прямо уничтожены, да. Они просто все посрывали. Вот кусочек. Хотя, по-моему, тут даже не вообще мудрец. У него вроде как борода есть. Это, да, аскет. Похоже, аскет. Так, извини меня, после Шиваидской секты секты к власти снова приходят буддисты. А они что, по-твоему, были добренькими и не уничтожали? Они в 13 веке уничтожали лингамы. Любая религия агрессивна. Они в 13 веке уничтожали лингамы. Мы лингамов не найдем в Анкоре никаких. У нас тут куча ионей, лингамы разбиты. Те лингамы, которые есть, это 16 век, это новодел, это... То есть, их нет. 12 века лингамов нет. Их можно найти в 10 века в Коке, куда не добрались агрессивные буддисты. Потому что заброшенный был. Да, он был уже заброшен и туда агрессивные вот эти вот религиозные деятели не добрались. Смотрите, какое дерево, какая красота. О! Куда уходит? А она высохшая уже? Нет, почему? Живая. Она живая, да, у нее такие листвы как будто бы. А видишь, они тут сейчас теряют листву. Вот они тут, да. Зима, зима. Ну, тут сезонность Камбоджи тоже присутствует. Тут не одинаковая погода круглый год. качественные блоки. Блоки гигантские здесь уже лежат, да. Все это вес 2, 2,1, 2,3. то есть, сон, например, на айдетичный известняк. кстати, сразу скажу, тут вот змеи я встречал неоднократно в этом храме, да. И если вот кто поедет, да, топром, ну, ходите, присматриваясь. Присматривайтесь. Здесь потому что прохлада. Да, тут прохладно. Это глина, это все, да, занос. я тебе сейчас там покажу. пойдем туда, зайдем. Сохранился еще этот занос, вот он, впереди. Вот. Вот уничтоженные структуры. Да. Анасферно. И вот он, занос глиной. Вот он. Да. его даже не убрали. Его даже не убрали, да. По нему здесь ходят, пытались ходить. То есть, это прям внутри, слушай. Ну да, пожалуйста, давай, заходи, если хочешь. Да я просто, показать, что они часть убрали, а в принципе, вон в барельефах еще осталась наверху глина. да, то есть, это вообще все? Ну, занесено было пополовину, например, под крышу почти эти храмы. Просто об этом никто не знает. Не говорят. Ну да, об этом не говорят. Расчистки начались уже в 19 веке. Расчистки активные, то есть, прям копали вглубь, до, ну, не до основания, хотя бы до намека на пол. А до основания никто не копал. Нигде и никогда здесь. Потому что сложно убрать несколько миллиметров, в плоскости, чтобы она у тебя была ровной, с какой-то целью. То есть, они где-то подвыравнивали блок и выравнивать его таким способом, это очень сложно. Ты должен рассчитать. Вопросы задают постоянно вот по этим отверстиям, но у нас явных креплений нет. Да. Слушай, здесь вообще очень странное сочетание. Тут все немного в, ну, не прямые линии, они все время заводятся, как бы, нет. Ну, это же замки, они специально коренные делаются. но это сложность дополнительная, понимаешь? это везде, это уже, как бы, даже не удивляет. Это во всех блоках встречается. Просто во всех. Я ведь, когда ехал в Ангкор, вообще, я ведь серьезно опасался, можешь мне не ехать, потому что слишком много в интернете написано, что это все ручная поделка. да. Но тут рабов-то ведь не было. Рабы были, но, слушай, давай про это, я даже не хочу вкратце говорить, это очень длинный разговор об общественном устройстве Камбоджи. Я смотрел, как разошелся, как разошелся блок, и просто, ну, вообще, шедевр когда-то был. То есть, общественное устройство, это что, это вопросы, да? Это очень долгий разговор. Атмосферно. Да. Как атмосферно. Это ирония. Сейчас я камеру протру. Неданья, ого, ого, башни, там потолок, поэтому она дальше сделана хуже. Здесь сплошной засып. Вот видишь, вот как она прям очищалась. Ясно. вот она глина. Вот она глина. Я уходила она вот куда-то вот сюда вот. Вот видите, куски везде этой глины. Вот. Вот здесь везде опять же эти вот интересные как будто бы штампованные орнаменты. Лиц нет. Очевидно, они были нарисованы. Ну что, мы здесь пройдем? Мы пройдем. Смотри, отлично. Давай ныряем внутрь, там много интересного. Здесь змей как раз вот очень много вот в этом месте. Да, ну они сейчас прячутся, мы можем их не бояться. не надеяться, здесь прохлада. Леш, шикарно. Но тут вообще тут еще реставрации не было. Реставрации, что ты имеешь в виду под реставрацией? Ну тут они ничего не восстанавливали, ты прошли, что поправили, да? Поправляли, да, видно, что поправляли. Потому что я вижу, что блоки разложены, но они с них. Нет, тут новых блоков, если ты имеешь в виду, нет, точно нет. Это вот они снаружи делали такие работы, а внутри нет, конечно. Я тебе потом покажу, что они делали внутри. Вот мы сейчас пройдем в стене, проход вот такой вот в стене, наверху, мы помним, был потолок, вот такие вот окошечки. Ну, конечно, почему люди говорят, ручная обработка? Ну, посмотри, вот тут действительно выглядит все ужасно, но мы же понимаем, что это всего лишь черновая история-то. То есть, тут было что-то еще. чтобы провернуть сразу, показать, что у нас огромное количество альтернатив есть. У нас лицевые части, плюс, в моем мнении, что если стены еще могли что-то соскабливать? Нет, стены были, конечно, покрыты штукатуркой, раскрашены краской, золотом сусальным, безусловно. Были еще барельефы бронзовые, но это ладно, их просто снимали, увозили. Вот следы, вот это же следы неба, это именно следы изменения поверхности, но не следы того, что камень так добывался. Это невероятно, как там завалено везде. атмосферненько. сказать? Кстати, я должен сказать, что сейчас гораздо больше стало открыто камер, чем раньше, то есть все-таки они, как китайцы пропали, они решили немножко ослабить контроль. Сейчас мы наверное здесь не выйдем, там веревка натянута. Мы выйдем, конечно, ничего страшного. Через веревку пройдем. Натянутая веревка это еще. Разве ж нас это нам этот аргумент останавливало? Красиво крыша обвалилась. Хорошо прозвучало, красиво обвалилась крыша. то, что ты называешь черепицей, как это игрило. Я, честно говоря, хотел бы пройти совсем внутрь, потому что там я видел раньше всегда очень много иони лежало. И посмотрю назад, нет там никого синих рубашка. Яна. Голубки и все. Да? Ааа. Все, тогда пошли. Опа. вот мы внутри в одном из двориков. Сейчас мы углубимся еще внутрь и там поищем иони. Она идет или нет? Жена моя идет. Идет. Главное, чтобы она ничего себе не сломала. Тут видите, опять Будды нет. И там видите, опять Будды нет. Что? Тапром. Тапром переводится как Дедушка Брахма. Пром это Брахма по-хмерски, а та Дедушка. Почему такое название? Ну, это к хмерам вопрос. К тем, которые уже давно умерли. Слушай, а дальше нам не пройти. Вот в чем дело-то тут перекрытие. Наверное. А с другой стороны почему бы и нет. Сейчас попробуем. А вон какой блок лежит. Прям как современный бетонный выглядит. Пройдем-пройдем. Не знаю, где ион можно сказать. включаешь дурака сразу и говоришь ой извините нельзя да ой наставили конечно больше не пофиг у нас не волнует да я не так как раз там и спрятаны вот в том месте откуда она вышла я вспомнил это надо было через эту дырочку заходить туда налево ну ладно ничего страшного да да он она злюка стоит вон она стоит мы ее сейчас снимем вот чтобы она испугалась и убежала так тут у нас паутины мы их обойдем причем надо вам сказать что 15 лет назад здесь не то что веревок никаких не было здесь вообще никого не было и люди забирались вот туда вот на крыше башен и в общем ходили куда хотели до 15 лет назад люди спокойно он туда наверх забирать здесь никого не было запрещать двигаться здесь но это очень глупо потому что эти камни лежат уже почти тысячу лет если верить официальной истории а так то может быть еще и дольше да вот и понятно что никакой человек не в состоянии даже на миллиметр сдвинуть ни одной ни одного из этого из этих камней вот это например полностью отреставрирована полностью но тут есть пожалуйста вот есть стенд на котором как она выглядела сейчас будет центр стенд уже не да да есть такой вот который не дошли вот пожалуйста как развалилась просто все сверху как было и внизу как стало вот моделька я не представили моделькой даже еще лучше ну слишком уж это короче здание были руинированы но опять же не все есть комплекс до реставрации во время реставрации и после они называют это консервация хотя это конечно полное вранье это не консервация это ли чистая реставрация с огромным количеством новых блоков но по сути это выглядело так да потому что в плане того как это выглядело тут никаких вопросов нет через двадцать лет это будет выглядеть абсолютно новые блоки уже и не новые блоки да они становятся уже темными и к сожалению к сожалению в общем сам процесс реставрации он здесь под огромным вопросом по причине того что еще 15-20 лет назад об этом даже речи не шло мы пока идем за ними потому что я хочу зайти на кошмар да ладно они нам не мешают что такого вот это здание целиком новое но она из старых блоков да в основном но она целиком новая да потому что его тоже не было здесь 15-20 лет назад давай зайдем я тут еще не был даже она да все пересобрано да вот там светлые блоки это новые блоки они поставили буду на ноги а знаю где он раньше стоял и они да сделали уже сами ну короче безобразие если честно я вам скажу и за реставрация в анкоре это одно сплошное безобразие из песчаника не ну да да они на нем нанесли современным инструментом здесь такой инструмент реставрации в антических это он прям они пытаются имитировать а здесь у нас нет троянки как работы у них поскольку есть стандартный набор инструментов для реставрации вот они его используют но будда на ноги настоящий конечно это уже не подделка это уже настоящий раньше он у реставраторов там на заднем дворе стоял да не но сразу видно видно за 100 метров где настоящая где такое качество обработки статуи не буду ее трогать но поверьте мне она она блестит она блестит блестит такая отшлифованная ну здесь уже сложно сказать здесь уже возможно нашлифовали руками но выглядит как гранит хотя на самом деле это песчаник так сейчас набегут туристы поэтому ой влетел веревку пойдем отсюда то у меня и не услышите вот новый блок пожалуйста внизу вот это здание все здание она представляла из себя груду камней когда я первый раз здесь был 2010 году еще а сейчас мы придем в то самое знаменитое место где снимался фильм да где снимался фильм лара крофт расхитительница гробниц который я не видел должен сразу сказать я его не видел но я о нем знаю ну вот вам пожалуйста пример реставрации храма вот этот барельеф был сделан у меня на глазах он был сделан у меня на глазах в нем вот центральный да имеешь ввиду да в нем я сейчас приближу только крупные элементы никаких мелких узоров практически нет они тут только один растительный орнамент и все сделали и то он как-то покололся уже по пути похоже ну естественно эти сломы решили оставить для колорита тот же самый тот же самый я даже не знаю как это назвать ужас мы видим и на этом барельефе вот это называется реставрация да вот это вот поделка это поделка называется реставрацией но также и дальше очень много таких вещей здесь в анкоре встречается к сожалению реставрация варварская местами особенно в топроме в общем вся история с консервацией которая здесь продвигалась на протяжении десятилетий еще 20 лет назад она уже уходит в тень хотя мы заметили в бантейсрей чистая консервация да то есть там никакой реставрации нет там ни одного нового блока пассивка наручил он идем а то сейчас опять а зачем мы будем туда подходить да да здесь вот это здесь кадр из фильма да она она сделаем с кадр из фильма ну не знаю будем считать ладно назовем так вот храм как христилия как ну ладно в общем я не считаю нужным тут долго много времени тратить пойдем дальше короче говоря реставрация поделка и вот немножко ну видишь я же ты сказал в разных храмах по-разному здесь варварская реставрация индусы индийцы индийцы делали бантейсре делали японцы там все чисто там ни одного нового блока никаких подделок барельефов ничего нет здесь конечно цирк мы сейчас попробуем пройти к реставратором куда тоже нельзя конечно ходить но попробуем что это нет вот это я не знаю это это извини уже стояла когда это был первый раз я говорю только о том что я лично видел возможно либо это еще как раз консервация когда они просто под собрали и потом сделали подпорки вот деревья до сих пор продолжают расти новые наверное уже убирают здесь храм вообще процентов на 90 раз чищен от деревьев он он был весь в деревьях да вот это невеликолепно захвачены деревьями то самое главное это с половиной разрушений наверное крупных именно из-за деревьев из-за растительности да да в топроме это было и видно раньше когда еще деревья и корни их были было видно как дерево прямо наш так подлезает под крышу и уже приподнимает этом чуть ли не на полметра но понятно что все это разрушится рано или поздно то есть тут никаких вот таких вот разрушений я не вижу вообще ну я имею ввиду посторонних каких-то а вот семечка этого помнишь тебе говорил бен миле раньше бусы продавали вот из таких вот таких да это вот семечка очевидно вот этого дерева потом их смывают дождями попадает между блоками и просто наверное помощь по массе вот этой растительности и по объему разрушений наверное можно соотнести сроки я и думаю что биологи смогли бы специалисты по но в принципе да смогли бы соотнести с учетом климата и рост этих деревьев когда они начали овладевать и когда в каком этапе произошло вот это блоки песчаника которые привезли для обработки а вот там стоит пила пила большая такая дисковая которая все это напиливает вот ну тут конечно все идеально чушь такой-то вот иди сюда посмотри вот пожалуйста вот сбилась вот она пошла вот эта линия я имею ввиду что здесь сейчас с помощью этой пилы сделать не проблема все это вообще легко любой из тех блоков что мы видели но видите тогда-то была что ли такая пила же тоже те же самые формы имеем с той же самой по шлифовкой вот она линия говорят пила прям современные нигде на не идеальная такого много встречал шло и повело вот повело потом дальше пошло до качество у них ровно такое же какое блоков древних да я чему говорю такое же качество кайна и вот надо вот просто когда подходишь к современному думаешь да вот ему дай цвет другой соответствующий более древний и ты скажешь да он древний да а у нас и таких блоков здесь ладно здесь а вчера мы еще смотрели где господи бенкмеля там-то вообще половина комплекса никто и конь не валялся никто ничего не пили вниз до а блоки отварившиеся стыками такие же по качеству комплекс большой да территорию огромная огромная да и то я вижу то в одном за одним кустом то за другим что там есть еще но можем дойти до этого домика давай дойдем чуж потом вернемся в храм он может быть более оригинальный до встречи на youtube канал и на телеграм-канал друг аркадий на телеграм-канал и нашего разумеется потому что фотографии все в telegram множество всего что не попадает на youtube попадает телеграм-канал на живое обсуждение приближаемся к еще одному строению на территории храма топром на территории комплекса ой я прям в грязь какую-то наступил сухой сезон не ожидаешь просто таких вещей не храм от жили на жили он остался у нас за спиной но утрешен очень похож на то что вчера мы смотрели полузасыпанная в бенкмеле да да так и есть так и есть такая типологичность типологичную часть только здесь так высота вот смотри вот видишь к вопросу будда и так далее вот здесь сбит барельеф здесь бит барельеф здесь не сбит потому что внизу абсара чую сбивать она хорош человек а здесь был будда здесь был будда и вот нехороший человек по мнению шиваитов очевидно 14 века да по крайней мере так нам говорят историки я аж не от себя это придумываю все украли тайцы я уже это понял и все разуме ну то что ли будда что что тайцы украли в этом сомнении нет там что все эти предметы в таиланде и находятся и даже в бирне не возвращают да украден то был когда слишком давно чтобы возвращать то есть речь идет о каком 16 15 15 век то основном в основном 15 век но бы были раньше разграбления чамами и тайцами да но тут очень богатая была страна поэтому ее грабили многократно годами вывозили отсюда многокилометровыми поездами фактически да да там читаешь мебель золотая и серебряные стены покрытые драгоценными там и камнями инкрустации помещений это все конечно впечатляет что там у нас вот так оно рухнуло так оно и осталось здесь блоки меньшего размера и там наверху вот интересные детали там сплошной декор львы и горуды поддерживают потолок там потолок был сверху естественно да вот они вот как будто поди красиво тут было на самом деле красиво хоть и даже блоки не очень большие но здесь соединение тех уже идеальных соединений вот так знаешь ярко вот здесь вот как раз это я бы сказал и размер он меньше вот это я бы мог вполне даже списать на ручину на работу людей что они могли сейчас покажу вон капсара красивая и возможно какие-то по рельефу но обсара ничем не хуже и уже бар на шагарный а вон детишки в национальной одежде давайте посмотрим как она выглядела это национальная одежда сейчас и партизанским методом их сниму вот они идут о какие горды и сустав тут вот как это везде барельефы валяются ну их тьма чё ж теперь музеев не хватит во всем мире здесь опять перемычки зачем перемычка нужно вот начинаешь вроде думаешь нет перемычки она есть смотреть она есть перемычка еще есть перемычки вот ну да раз есть одна не везде их убрали эти перемычки где-то ну вот перемычка должна быть вообще тонюсенькая сейчас тут надо только соломинку взять потоньше потому что я предполагаю что здесь тоже перемычка тут вот нет кстати перемычки а может и грязь не знаю но вот крупные с перемычками зачем они правда выполняются с гораздо сложнее и и должны были удалять но не удалили вот здесь и должны были удалить убрать для декора она прям нарушает этот декор но или вот здесь например вот тоже она есть ее не удалили по какой-то причине тут тоже должно быть да точно перемычка есть только просто грязь да это технические перемычки большинстве местных убрали в античке вообще их так много что их просто предпочли оставить там их будешь убирать перемычку сломаешь саму деталь ну что давай вернемся в храм мы там в общем то еще многое не видели почти ничего еще не видели так так ну ладно я а у нас окольцован стеной да стеной рвом ну обычный обычная архитектура кмерцкая тут в принципе все стандартно на протяжении столетий вот общие принципы они не менялись вот ну ладно я тогда подключусь попозже а сейчас мы сейчас мы возвращаемся в храм вот так что до встречи